Всем доброго здоровься и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет! У нас сегодня будет новая игрушка под названием... Контрабанд Полис! В общем-то, сегодня еще будет конкурс, разыграем один ключик, условия чуть попозже будут у нас. У нас, в общем-то, будет задача проверять всяких личностей, когда они будут переезжать через границу. Да, мы когда-то уже снимали эту игрушечку. А сейчас она выходит в релиз с 8 марта, ну а у нас есть как бы заранее возможность поиграть в ней. Нам говорит этот товарищ, что нужно выполнять все приказы, и мы едем уже на место наше... на место наше рабочее, естественно. Да, о, знакомые места! Как и не уезжали! Блин, хотелось сказать вот одно слово, вот есть название этих мест. Я не знаю, если честно, как цивилизованным языком назвать одним словом. Блин, у меня заинфигал. На букву «Е» они. Заканчиваются на «Я». А-а-а-а! Так, а что дальше-то? Ранные просторы это называется. Ну да. Так, приветствую, товарищи! Мы вас ждали. Добро пожаловать на пост Акористана в карикадке. Блин, ты что? Я комиссар Андреев, и я веду вас в курс дела. Откуда он вещает? Так. Для начала зайдите в офис и возьмите досье. Так, ну все, хорошо. Возьмем. Там этот, что ли? Теперь откройте информационные досье, взгляните в должностную инструкцию. В ней содержатся правила поведения, досмотра и предоставления права на въезд, а также описание стран и автомобилей. Автомобиль. Блин, мне показалось, что там висит портрет Петросяна. Отлично, давайте приступим. Опустите рычаг для первого водителя, где Петросян. Не, издалека. Похож, как его, такой гибрид некоторых знакомых личностей. Да, да, да. Ладно, двух. Всем известных, да. Легендарных. О, шестерочка едет. Здорово, товарищ! У нас вот нужно имя-фамилию сверять, мы видим. Далее, что у нас еще здесь? Тачку, по-моему. Срок действия, номер паспорта нужно смотреть. Ну, сейчас попытаемся походу делать. Попробуйте предъявить документы. Так. Приедешь. Вот документы. Так, он их дает, да? Снова откройте свое информационное досье. Теперь используйте автоматическое устройство с лечением, чтобы проверить правильность данных водителя в обеих документах. Зион Иванович. Или Иванович. Ну, смотри. Зион Иванович. Сходится, да? Сравнение полей в документах снижает уровень вашего восприятия. Когда вы устаете, скорость сравнения замедляется. Когда уровень падает до нуля, приходится использовать визуальную проверку. Чтобы восстановить, отдохните. Высокий, низкий, понятно. Так, верны, не верны. Так, сравните дату рождения. Не забудьте отметить в отчете. Так, отчет у нас есть. Эй, а день рождения или срок действия? Да, да, да. В отчете вы будете отмечать любые несоответствия в документах. Отметьте хотя бы одну ошибку, прежде чем развернуть водителя. Найдите все возникающие проблемы, чтобы получить самую высокую оценку. Со временем ваш отчет будет расширен за счет дополнительных разделов. Срок действия до мая, а точнее, стой. Ну, срок действия, вот, смотри. Не подходит. Да, да, да. Сейчас вообще апрель, между прочим. И номер паспорта. Все походит. Соответственно, то есть получается у него вот здесь какая-то проблема. А ну как вот у меня срок действия, ч-ч-ч-ч, да? Паспорт, а можно галочка типа? Не, Нина, а фото? Так, слушай, а как фото? Ну, он похож. Пора принять решение. Это водитель имеет право пересечь границу? Ну, внешне это он. Ну, внешне-то он. Ну, срок, конечно, там, типа... Ну, это как вот, сильно влияет срок действия? Хотя срок действия, странно, что он не соответствует. Стой, погоди, до мая, сейчас апрель. Да, но срок типа вот с этим карты не соответствует. Ну, пусть проезжает, что ли, я не знаю. Как его разрешить-то? Неважно. Неважно, чувак. Сейчас мы тебя пропустим. Вот это какая-то фиговина у нас, это что у нас? А, это почта, вообще, газета. Надо все-таки с ним разобраться. Товарищ, можно машину проверить, все ли в порядке у него здесь? Вот так и есть. Мы просто еще. Можно с ним уехать. Поехали все отсюда. Ладно. Подвезешь нас. Документы отдать, что ли? На этом все. Насмотр завершен. Ну, давайте разрешим. Сейчас такие, бац, а это... Так и езжай. Закручивает. А, блин, ну он слишком умен. Топнул. Такие люди нам нужны. Согласен. Да, в отчете досмотр. Блин, ну я же хотел по-человечески. Тут так не работает. Ладно, буду скотиной бездушной. Бюрократия. Заезжай, падла, быстрее. Быстрее что-то смотришь сюда. Мешаю на дороге объедеть. Нива, АК, все знакомы практически машины. Ну, почти АК. Да, похоже на АК. Итак, кусок человеческого. Присмотрелись в его объединич. Не является гражданином. Все иностранные должны предъявлять разрешение. Документы. Давай, давай, давай. Ну-ка, смотри. Паспорт. Так, ой, Ден. Все нормально. Соответствует номер. Не соответствует. Где отсчет? Номер... Так. Номер паспорта не соответствует. Далее, что там? Срок действия тоже не соответствует. Вот он. Не соответствует срок действия. Так, дальше. Посещение. Причина въезда. Было бы смешно. Причина посещения. Посещение. Да, внешность схожа, но... Ну, короче, ты нам не нравишься. Все, а... Возьми документы и запрещено. Обратно. Нет, нет. Нет, едь. Короче, я так поняла здесь, нам нужно именно... Проветри свою... А, свой капот. Андреич, я нормально сидел? Или как там тебя? Нормально. Он такой, я бы лучше и не сделала. Идеально, да. Все, видишь, чертвейш, сейчас мы бабосиков поднимем. А сейчас мы скажем, ключевое слово... Везу мандарины. Да, ребят. Нужно подписаться, лайк поставить, не спамить. Одно сообщение только считается, как говорится, в конкурсе. И через три дня мы выдадим ключ. Будет проведен осмотр и проверим. Да, да, да. Соответствуйте ли вы. Конечно, вот возьмите. Давай, давай. Так. Мадис. Соответствует. Код соответствует. Дата рождения. Это срок действия. Не соответствует. Ну, слушай, мы будем... А что вы какие? Все сюда едете, и у вас все не соответствует, товарищи. Ну, что вы, в чем дело? Вы что? Почему вы так плохо себя ведете? Запрещено. Разговор простой. Да, да, да. Что за денек? У нас получается, только один гражданин проехал. И то. И то случайно прошмыгнул. Это была... Я буду терфа... Ого. У меня, смотри, есть это... Ультрафиолет. Да, посмотрим, какими грязными делишками он занимается. Водитель чист был. Так аж... Ну, так там же срок не соответствовал. О-о-о. Ладно. Ничего не понятно. Давай документы. Давай, давай, давай. Конечно же, даю. Давай, давай, давай. Так. Азад, донаш, давай. Дохаш. Соответствует. Номер паспорта. Не соответствует. Стой, погоди, а как не соответствует, если соответствует? Нет, шестерка и двойка. Че, ты не видишь, что ли? О, нифига себе, ты меня нагреть хотел. Срок действия. Вообще не соответствует. Ты тоже должен. Номер паспорта не соответствует. Срок действия. Фото. Ну, тут Бакин, но, в принципе, я думаю, что, ну, более-менее нормальный. Фамилия была соответствующая. Прости, товарищ, но пошел джопа. Все, с таким номером нельзя. Только не это. Иди, иди. Вон, возьми с собой пару коктейлей. Огурчики. Огурчик. А, все, что ли? Люди закончились? Готицы европейской. Все посмотрим. Welcome to Акадистан. Ну, это прям papers, please. Понятно, только в 3D. Да, да, да. Он не соответствовал требованиям для меня. Мне лучшее начало, товарищ. Завтра будет лучше, наверное. Отправляйте свою квартиру. Да, квартирка-то хороша. Ммм, какие апартаменты. Надбет. Подушечка. Надбет. Так, самостоятельный уровень вашего восприятия. Необходимо для сведения документов. Улучшать свою квартиру, окей. А можно ведь, видишь, получается, не смотреть вот это соответствие с мамой просто такой шпан-шпан. В принципе, да. 135. Но я в ноль ушел. Да. Ну, слушай, это уже хорошо. Хорошо, работаю хорошо. Блин, а место такое красивое, если честно. Оптимизацию подтянули в игрушки. Да, да. Ставит Домоверсия. Здравствуйте, товарищ. Меня зовут Юрий Петров. Я заместитель комиссара и буду руководить вашим вторым днем обучения. Давайте, давайте. В последнее время наблюдается повышенная активность контрабандистов из банды Аберин-Канков. К счастью, наша разведка этим же занимается и будет регулярно предоставлять вам необходимую информацию. Теперь подойдите к информационному счету, а? Кто-то видишь опасность, опасность. Где информационный счет? Я кручусь вокруг него и найти не могу. Я тупой, простой. Я не знаю, со мной разговаривает бог. Я не вижу, кто говорит. В соответствии просто. А, что я не вижу? Инструкции не буду. Так, каждая запись касается конкретного контрабандиста. Найдите естественно, что эти ответы в описании. И помните, ни один контрабандист товар не должен пересечь границу. Стой, вот смотри, часть регистрационного номера ВЭИКСА. А тут чего? Возраст 36. 1-2 контрабандиста. Хорошо. Окей. Хорошо, я слушаю. Плов кушал. О, шестерочка. Сейчас будем смотреть. Помещение охраны. Да, Рун. Блин, он какого-то актера мне напоминает. Да, согласен. Потрепала его жизнь, конечно. Ага, похоже, есть подозреваемый. Попросите его выйти из машины, чтобы искать. Так, выйди. Так, окей. Какой-то серьезный мужчина, страшный. Родоподитель отмечает места, где спрятаны контрабандисты знаком змеи. Знаком змеи? Так, однако он видит только с ультрафиолетом. А-а-а. О, ну все, мужик. В этих местах вы можете найти контрабанд шина, обшивка, брызговик, топливный бак, бампер и воздушный фильтр. Для начала вам понадобится инструмент, чтобы извлекать контрабанду. Возьмите нож со стола. Вылазим бы какимся. Так, ну слушай, мне уже, кстати, интересно. Сейчас порежу кого-нибудь, иди сюда. Да, какие новые, пусть. Так, 36 векса. И векса, ну все то же самое. Ладно, простите, пожалуйста. А можно сразу взять, наверное? Могу зарезать его. Ножик-то пойдем сразу. Нельзя, там его нету. Ну да, я видел информационный щель. Мы видели, мы видели. Пойду, пойду, посмотрю в столовке, что у нас. Сегодня, как-то сказать, закрыто. Будет праздник, ребят. Так, ладно, давайте. Все, мы здесь. Везите, в этот раз я его не зарежу. Обещаю. Это была досадная ошибка, случайность, но честное слово. Это поле чудес, что ли? Да, кстати. Крутите барабан. Крутите барабан. Крутите барабан. Крутите барабан. Автомобиль. Выйдите барабан. Это более такой типичок четкий. Контрабандите. Давай, включаем. Ага, все, ясно. Так, все, я надеюсь, кто там запустится. Идем, давайте. Магия. Магия. Да господи. Нельзя быть магию. Да не орел. Что ты сказал? Да. Блин, ножик появился слишком внезапно. Сказала бы я свою любимую Контровскую фразу. Да, не буду. Ладно, не ори. Наркотики. Так, ну все. Какие ваши доказательства. Кокоином. Не всегда обозначается, иногда ее могут прятать между деталями или в труднодоступных местах. Ага. Под капотом. Под капотом. Под капотом. Под капотом. Скорее не фонарик, а внимательный глаз. Ну почему? Так. Какой иной. Отлично. Вот, пожалуй, все. Ну все. Можно резать теперь, да? Нет. Жалко. Материал по примеру досмотра вы найдете в своей должностной инструкции. Вы можете арестовать этого негодяя. Ну все, мужик. Я ведь с ножом. Там мало. Там мало, говори. Нормально там. Нормально, тебе хватит. До свидания. Повещение для задержанных. Здесь содержатся преступники, ожидающие отправки в трудовой лагерь. Улучшайте тюрьму. Наймите тюремного охранника, чтобы предотвратить попытки побега. Помните, что если оставить заключенных в полицейской машине, они могут убежать. Прощаю. Теперь у тебя новый костюм. Как там эта песня-то? Блин. Так, сейчас. Это ваш склад. Можете хранить контрабанду здесь. Трущобы городские. Я есть просила. Я замерзала. Так, проверьте склад. Здесь вы можете оставить свои инструменты, оружие, перехваченную контрабанду и товар для торговли. Обновите склад, чтобы можно было хранить больше предметов. Одно тоже. По сути дела, да. Вы можете переносить выбранный предмет из своего инвентаря прямо из полицейской машины. Быстрый принос в контру. На продажу. Выставляем. Теперь попросите офицера избавиться от отставленной машины. Это ты, Петров, или кто? Или кого? Максим. Ты, Максим. Нет, Новик. Это охранник. Полицейский, наверное, где-нибудь, ну, полицирует, да. Вот он, вот он. Полицирует. Можно мне ее оставить? Я буду на ней кататься. Ладно. Покиньте зон досмотра. От Мадуро. От Мадуро. От Мадуро. Все. Все. 100 баксов. Слушай, эту зарплату, я могу сказать, ни фигово. Так, существуют разные типы инструментов для вскрытия определенных типов. Пыточная просто. Все. Твердый предмет можно разбивать с помощью тупых предметов. Топари позволяют скрывать ящики и баки автомобилей. А эти двери можно открывать вилами. Взламывать. Это, наверное, чтобы грузовики, что ли, осматривать. Получив эту информацию, ищите, вернуться к досмотру машины. О, уадик. Давайте, давайте. Уадик, уадик. Сначала что, документы, да? О, Волга, Победа. Пушкин, здорово. Ты живой, оказывается. Мы тебя ищем. Слушай, а там именно номер документов, да, должен быть? Уже нету. Его мы поймали, значит. Влодерс 36. Здравствуйте. Предъявите, пожалуйста, документы. Конечно. Необходимо. Ты через что? На прогулку, что ли, вышел? Несоответствие. Наср. Уже не наср. А соответствие... Это срок действия. Тоже несоответствие. Погоди. Срок действия, видать, не содержит. Слушай, это не подходит для сравнения, простите, пожалуйста. Это разрешение на въезд, а паспорт у него совершенно другое. То есть надо проверять вот эти два параметра. Но мы в любом случае... У него было несоответствие имя и фамилия. Оно само автоматически отметилось. Ну, в принципе, мы уже можем его зарезать. Ну-ка, стой, выходи давай. А сколько ему лет? Ну, 49-го года он. А сейчас какой-то? А сейчас какой-то? 81-й. Блин, это слишком сложно для подсчета. 32. Не за что, да? Да, спасибо. Давайте... Ну, слушай, в принципе, можно его уже послать. Ну, нам нужно... Под капот можно. Ой, ну, точнее, под капот, да. Ну, тут как бы буханк ты... Чёрт возьми. Он нас это... Как это сказать? Ну, он не выглядит каким-то... Вон где движок. Хорошо, я просто его не пускаю. Езжай, но не езжай. Ну, типа, езжай отсюда. Отказать. Так как фамилия и имя не соответствуют. Мы ещё поквитаемся. Идея! Идея! Я больною, блюдок. Давайте следующее. Блин, ты меня пугаешь. Но... Попробуй... Булин, что ты сказал? Пошёл ты. Курова сам, курва. Миша, вот, кстати, у тебя портится этот... Какая тачка, смотри. Обоснованный отказ. Пушкин, здравствуйте. И днём, и ночью... Чёрт учёный. Чёрт учёный, да. Так, ладно. Всё ходит по конуре там. Вот документы. Так. И кто по жизни? Соответствие. Здесь проблем нет. Возраст. Так, сколько ему лет? 31. Не подходит. Простите, я открою ваш автомобиль. Всё чистенько. Простите, я зайду сзади. Как бы это ни звучало. Слушай, у меня вопросов к Пушкину нету. Когда новый трек-то выйдет? Трек? Да. Так, слушай, ну я не знаю, мне кажется, что он... Что можно, да. Спасибо, до свидания. Да не за что. Всё. Давай. Пойду следующего встречать. Хочешь какой-то хороший человек. О, Нива, Нива. Встречался на нашем пути. Так будет с каждым. Идеальный рассмотр. Всё. Я знал. Второй. Так, фейка Пушкин. А, нет, это Джоэл из Last of Us. Так. Сколько тебе лет? Сразу же. Документики, пожалуйста. Так. Ага. Номер паспорта. Всё сейчас сходится. 36. Всё, обяжем его. Да. Запрещено в нашем государстве быть 36-летним мужчиной. Так, надо попросить его выйти из тачки. Там что-то... Там что-то... Что-то... Я с топором поёрзаю, по-вашему, это... А если... А хотя чего его просить-то? Я даже не знаю. Типа, потому что ему 3 6 лет, как в супа. Номер надо ещё посмотреть. Он сам вышел, что ли? Туши, реально? Что ты творишь? Правильно, а я поползу. Так, 36 лет. Ну слушай, я не знаю. Он так-то, ну как бы... Блин, может у него в обшивке где-то? Там那个... Наверху ещё да. Ооо! Какое-то! Ну всё, бли-и! Ну всё! Ладно, у меня есть контрабанда, пожалуйста, возьмите деньги и не трогайте машину. Машин трогать... Сколько?.. 330? Безятку... Ну так я не хочу! Я не хочу! А можно взять и посадить? ДАЕТ! Я не хотел! Нет! Ч? Ну за что? Но почему? Никуда ты не поедешь, чертила Минус 500 баксов Мы возместим Не, я просто хочу переиграть Я не хочу брать деньги Надо полицию, что ли? Блин, опять все заново Сейчас быстренько пройдем Это того стоило Так, ну что Здравствуй, здравствуй Да, это реинкарнация Так, давай-ка Документы Документы, глаза-то расширились Соответствие, соответствие Все хорошо, вроде бы, да? А ты такой, а выйди, пожалуйста На секундочку А может надо было реально его Типа мы тоже не нажали выйти из машины Мы тогда нашли в этом, в бардачке Мне показалось, как будто Вот раз немножко по-другому Кукуин Кукуин, кукуин Ладно, ладно Так, а как мне вот это сделать так, чтобы Даже не ссуй свои грязные деньги Так, ну мы не хотим это брать Так Где? Полицейский? Полицай Блин, а что делать? Я не хочу бабки брать Иди сюда, охрана Да вы что, зюди? Да вы, Миш, они вынуждают тебя Блин, ну я не хочу Во, шакал Вы арестованы, конечно же За что? Ну даже не знаю, что тебе сказать, чувачок А как нам, кстати, улучшать нашу Мне кажется, будет потом, может быть Преступник арестован И нам надо, кстати, в склад сдать это То, что у нас есть, Миш А? Ну мы набрали у них Так, да господи Уже его много тут Да ё-моё Нормально партейка такая А его и не видно А, вон валяется Вон, да, всё И к полицейскому подойти, чтобы Да, 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 чтобы убрал машину Да, 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 да К тебе, к тебе О, наконец-то этот судный день Закончил День сурка Так Всё Всё Результаты Теперь спать, что ли? На сегодня это всё Отдохните, как следует Завтрак, комиссар даст Он у него голос меняет страны Даст вам очередное задание Так, мне нужно поспать Четыреско так это И стал нормально Так Заходим И спим Вот интересно, да Хороший вопрос Когда можно улучшать будут Все эти дела День второй, смотри Содержание собственности 205 долларов в день Можно ведь сократить Некоторые расходы Например, не платить сотрудника Просто весь чё-лища вписывай Бах и всё И нормально Ладно Товарищ Андреев Потом расскажешь Мы на этом закончим Напоминаем, что разыгрываем ключик И нужно писать Безумандарина Да Всем хорошего встречи Всем пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok